Ассаламу алейкум! Приветствую всех на нашем национальном телевидении! Очередная передача такси, уважаемые друзья! Напоминаю, генеральный спонсор нашей передачи, такси Анжи, чьё приложение вы можете скачать на свои смартфоны и пользоваться легко и просто. Ну что ж, я еду к следующему нашему гостю. Это олимпийский чемпион, сейчас я вас с ним познакомлю. Очень интересный человек, мы немного побеседуем и, естественно, зададим наши вопросы. То есть он пройдет нашу викторину и посмотрим, насколько спортсмен эрудирован. А вот и наш гость. Радик Исаев, ныне Абдурахим Исаев, олимпийский чемпион по тэквондо завоевал первое золото для Азербайджана на Олимпийских играх в Рио свыше 80 кг. Всё правильно? Всё правильно. Отдалел всех своих соперников, вообще с большим преимуществом, насколько я знаю. И в финале со счетом 6-2 тоже, естественно, со сборной Нигера. Да. Отдалел спортсменом. В общем, расскажи, пожалуйста, чем вообще, как поживает Радик Исаев, чем сейчас занимается. В общем, давно не слышно, не видно было. И вообще тебя сложно, в общем, вызвать на интервью. Ты меня поймал, всё-таки. На какую камеру стоят? Саламу алейкум. У нас много, да? Саламу алейкум, салам. Так же, да, жизнь так же продолжалась, брат. Сборы, всё так же идут, пока вот эта пандемия не наступила, короче. Пандемия настала, жизнь перевернула, грубо говоря. Не знаю, для меня всё так же. Остался дома, семья, дети, садик, школа. Просто ворвался в семейную жизнь. Для меня катастрофически такого ничего не произошло, аль-хаму алейкум. Ну что, отмечу, что несмотря на то, что Абдурахим выступает за Азербайджан, он является дагестанцем и достойным представителем лезгинского народа. И историю, как он перешёл и так далее, я думаю, уже все знают. Об этом не нужно говорить. Да. Ты сейчас, на данный момент, всё ещё занимаешься в сборной Азербайджана? Да, конечно, конечно. Был в шаге от Олимпиады. Да ты что? Да, да, да. Ну, попасть туда за очередь, автоматически, да, грубо говоря, за очередь хотел сказать. И чуть-чуть не хватило мне в финальный Гран-при, надо было попасть в финал хотя бы выйти, я на бронзе остановился, поэтому... Но этого недостаточно разве что? Нет, не хватило по баллам, по очкам. И готовились на европейские отборочные, и пандемия. Сказала, стоп. Ничего себе. То есть, евроигры всё решили бы, да, насколько я понимаю? То есть, или... Поехать, да, медаль была бы, но... А, всё уже. Да, там рейтинг, да, всё-таки набирать надо. А на ком ты месте сейчас в рейтинге? Ну, вот, когда решалось на девятом, ну, сейчас опять чуть упал. Короче, топ-15 мира, да. Машалам. Как файтер говорит. То есть, ты сейчас по-прежнему тренируешься всё, то есть, в полном режиме, в боевой готовности? Нет, я пережив сейчас. Я просто знаю, что время есть отборочного решала, и поэтому у меня пережив. Знаю свой организм, знаю, что успею подготовиться, поэтому так чуть поддерживаю форму. Поддерживаешь и в Дагестане? Да, да, в Махачкале здесь чуть-чуть поддерживаю. А в твоём месте вообще кто сейчас номер один? Все. Все сильные. Все нельзя кого-то выделять. Все кровопийцы, все кровь пьют, все тренируются, все готовятся, все изучают. Поэтому кого-то выделять бессмысленно сейчас. А в Азербайджане? В Азербайджане? На твой вес? Есть, да? На мой нет. А, на твой только ты лидер, получается? Да, на твой один остался там, уже все ребята побросали, кто были вторые, третьи номера. Да, остался я один, последний из моих амперов. Да, ну смотри, для всех юных начинающих вообще спорт, спортсменов, это достигнуть высшей ступени, это самая большая мечта вообще любого человека, любого спортсмена. Вот ты достиг эту мечту, и вообще как ты себя ощущаешь олимпийским чемпионом? Как ощущаю? Да. Не знаю, да, вот семья, побольше времени семья хочется удлилиться, которые вот все время на пути к той мечте, грубо говоря. Я же все пропускал, я все время был на сборах, ни рождения, ни свадьбы, там, ничего, тогда все время там. А сейчас как-то вот эта пандемия мне помогла отойти от этого всего. Ну смотри, я имею в виду психологически все равно, ты как бы достиг и уже все, у тебя желание пропало, или нет, еще, как бы хочется еще на олимпийское золото, или как вообще? По-протому сказать, что вот так, да, я сделаю, я докажу, что не случайность. А, то есть хочется еще раз, да? Не, ну как можно олимпийское золото случайность? Ну вот, конечно. Вообще говорю, что я, конечно, попытаюсь, я проложу все усилия сделать, но если нет, значит нету в этом благе, и все. Я вот так считаю. То есть ты к этому так относишься? Да, я во всем благе вижу, да, Ишалах. Поэтому не паришь, грубо говоря. Ну сейчас, как бы, ты больше времени здесь в Дагестане проводишь, да? Уже вот, как пандемия началась, я дома уже. Да ты меня просто не видел. Поэтому, да, Джума увидел, я тебя долго искал. Я думаю, не только я тебя не видел, а тебя вообще никто не видит. Ты не любишь давать интервью. А что делать? Пока тебе не заплатят. Дом, друзья, вот ночью футбол, где-то тренировка и все. А, то есть есть все-таки, да, какое-то хобби, там, футбол, выйти с друзьями погулять? Футбол, да, футбол очень часто играем, честно говоря. Футбол, да, не дождь, не слякость. Вот наши братья жидкуют, такую погоду не любят играть. Ну надо крытое поле, наверное, искать, нет? Есть крытое поле, просто всегда играем не на крытое. И там же время у нас, получается, забито, а крытое, чтобы в день дождя найти, ты уже не найдешь его. Почему ты вот не любишь, да, такое внимание к себе? Не знаю, мне так спокойно живется. Со стороны СМИ. Мне так спокойно живется. А вообще соседи вообще не активно тоже ведутся, как я заметил, почему? Тоже, опять же, спокойно живется, да? Да, жизнь надо выставлять на показ, да. Там, сегодня был здесь, сегодня поел это, сегодня увиделся с ним, сегодня катался на этом. Ну почему, нет, ну почему? Ну, есть же примеры, как бы, тоже спортсменов, которые тоже редко выкладывают, но метко, так скажем. Ну, есть ребята такие, да, которые какую-то деловую образ жизни ведут, помимо спорта, да. В этом случае я ничего не могу сказать, потому что у них все время какие-то деловые встречи бывают, сегодня постил. У меня это спорт, вне спорта это все, это моя семья, это мой друг, друг, общение, и поэтому я не афиширую ничего. О хейтерах поговорим, есть общение у тебя? Хейтеры? Да. Хейтеров были одно время, да, там, когда говорил, уехал, не уехал, предатель, там. Ты считаешь даже так, да? Да, ну это, да. Обидно вообще, когда такое слышишь? Нет, что сказать, меня же легко найти, а что, если кто-то чувствует? Что-то хочет сказать, меня вообще, да, игла пальца об асфальт найти. Это вообще не проблема, что там, что в Азербайджане, что в Махачкале, это очень легко мне найти. Я хочу напомнить, кто только включился вообще, у нас в гостях олимпийский чемпион по тэквондо, Радик Исаев, а не Абдурахим. Я это, ну, как бы, говорю всегда, потому что, ну, многие тебя знают, как Радик Исаев. Ну, все твое окружение всегда Абдурахим, да? Да. Ну, стараюсь, потому что все братья говорят, да. Также хочу напомнить, что спонсором нашей передачи является генеральным спонсором Такси Анжи, чьи приложение вы можете тоже скачать, установить и пользоваться легко и просто. Смотри, Абдурахим, мы сейчас после беседы, я тебя не предупредил, но у нас будет викторина. То есть, пять вопросов, пять ответов, за каждый вопрос будет бонус и так далее. В общем, ну, к этому еще вернемся, а сейчас продолжим наше общение. Если все служится нормально, как бы ты любой исход, даже сейчас, ну, в голове себе представляешь, и, то есть, и проигрыш, и победу. Да, конечно. Но после Олимпиады, какой бы исход ни был, какие вообще планы? Планов я не хочу триквандо оставлять. Я хочу остаться в этой системе все-таки. Мы же спортсмены, ничего другое не умеем делать. Тренироваться и отдыхать. Ну, это, мне кажется, стереотип. На самом деле, есть. Ну, стереотип, который мы сами не хотим ломать больше, потому что мы всю жизнь отдали этому. И, наверное, хочется там же остаться, наверное, вот так. Ну, это больше не как зона комфорта, да? Это просто ты в своей тарелке, в общем, да? Да, можно и так сказать, да. Грубо говоря, это есть зона про фото. Просто всю жизнь над тобой командовали, я тренируюсь. А сейчас ты уже, когда ты говоришь, надоел, нужно сколько можно тренироваться. А теперь ты сам стоишь там, надо тренироваться. То есть ты можешь перейти в тренерскую карьеру? Да, иншаллах. Машаллах. А где, там или здесь, пока не ясно? Пока не было предложения нигде. Ну, какой-нибудь бизнес, работа, помимо этого, нет у тебя на данный момент? Да. Нету, да? Ничего нету. Только спорт? Только спорт. Скажи, пожалуйста, вот в России, как бы, за олимпийское золото спортсмен получает, как бы, пожизненную зарплату. А в Азербайджане как? Это же страна бывшая СССР. Тоже, да? То же самое, да. Там также мастер спорта, заслуженный мастер спорта, просто называется по-другому. Также пенсия спортивная. Все это точно так же. А какая зарплата, если не секрет? Так же, как здесь, просто от моната зависит. Плюс-минус там, он дешевле, дороже. Ну, но я, если честно, не все знают зарплаты российских алимпийских чемпионов. Официальную зарплату я в России тоже не знаю. А пенсия у всех же 40-50. Да? Да. Хорошо. Это очень приятный, хороший бонус, так скажем, для спортсменов. Да. И мотивация, чтобы тренироваться, и не работать, так скажем, не отвлекаться на лишнее. Насколько вообще тэквондо популярна в Азербайджане? Ну, после Олимпиады начали узнавать, что такое тэквондо. До Олимпиады не знали, как бы, одно золото. Что-то, тэквондо, карате, там, путали. А сейчас начали узнавать. А сейчас, ну, как бы, знают, одно золото – это тэквондо. И люди уже примерно знают, что это такое, что из себя тэквондо представляют. Тебя узнают там? В Азербайджане? Да. Ну, бывает. Ну, ты выходишь вообще в люди, все? Ну, да, конечно, да. Пойти кофе попить, там, перекусить. Ну, все равно, когда за рулем, как бы, да, работа, дом особо, ну, как бы, спорт, дом, и особо не бывает времени там выйти, туда сюда выйти. Да-да, кофе попить. Узнают, не узнают. По-разному больше. Кто-то со стороны смотрит, кто-то подойдет, кто-то смотрится. Ты только проехал, по-моему, ты не туда уезжал случайно, не в Азербайджану уезжал? Нет, нет, там закрыто все. Все уже, да? Там пандемия. Понятно. Сейчас, я думаю, мы перейдем к викторине. Ну, что ж, друзья, наступило время на викторины. Олимпийский чемпион у нас в гостях сегодня передача «Такси». Пять вопросов по нарастающей, соответственно, первой легкие и так далее. Есть три подсказки, Абдурахим, есть звонок другу, можешь позвонить. Знать, но бонус у тебя будет, то есть урезан, то есть 50% от бонуса ты получаешь. Есть инстапомощь, то есть инстаграм аудитория, ты можешь обратиться, они тебе помогут. То есть они также могут зайти в гугл, там, куда бы то ни было, узнать, то есть ответ на тот или иной вопрос, чтобы тебе помочь. И 50 на 50, то есть все легко и просто. Если ты не отвечаешь на какой-то вопрос, то есть второй, третий, четвертый, то банка в эту сумму не преодолена. В общем, 100, 200, 300, 400, 500 рублей. То есть все понятно. Тогда, я думаю, можно начинать. Давай начнем, посмотрим, на что я с посолю. Итак, первый вопрос. Как? Давай, соберись. Что означает, ну это первое, легкое, что означает слово Дагестан? Солнечная страна, страна гор, дальняя страна и созвездия гор. Ты это знаешь, знаешь, отвечаешь, или ты предполагаешь? Знаю, вроде бы, надеюсь, что ты делаешь в ней тогда. Страна гор, точно? Да. Окончательный ответ. Окончательный страна гор. Да, Абдурахим, ты выигрываешь 100 рублей. Первый вопрос не буду томить. Правильно ответил. Это страна гор. Это с тюркского страна гор означает. Ну что ж, второй вопрос. Ну, я думаю, тебе здесь должно быть немного легче. Ага. Потому что это касается Олимпиады. Что символизирует пять Олимпийских колец? Вау, это же вообще легкий вопрос. Они символизируют единство пяти континентов. Они символизируют объединение звезд. Они символизируют пять самых высоких гор в мире. Символизируют пять самых крупных океанов. Нет, ответ первый. Они символизируют единство пяти континентов. Это точно, да? Я, честно говоря, этого не слышал, но я знаю, что эти кольца означают континенты. Я просто сильно запомнил, что Чёрное кольцо – это Африка. Поэтому знаю, что кроме единства континентов другой не может это означать что-то. Удивительно было бы, если бы ты не смог на этот вопрос ответить, и да, действительно, ты выигрываешь 200 рублей сверху. Уже 300 рублей. Что за бабки эти говорят? Поднимаешь на ровном месте. За какую сумму в 2013 году была продана с аукциона золотая медаль, завоеванная чернокожим атлетом Джесси Оуэнсоном в 1936 году на Берлинской Олимпиаде? Угу. Итак, варианты ответов. За 500 тысяч долларов, за миллион долларов, за полтора миллиона долларов и за 2 миллиона долларов. Можно 50 на 50? Это вообще такой вопрос. Я не знаю, как у него рука поднялась его продать, честно говоря. Ну, его продали в 2013 году. Он завоевал его в 1936 году. То есть, видимо, не он сам продавал. Все, 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 все. Давайте 50-50 сделаем. Так, ну, убираем миллион долларов и 2 миллиона долларов. Остается 500 тысяч долларов и полтора миллиона долларов. Я думаю, 500 тысяч. Да, это моя догадка. 500 тысяч, да? Да. Это окончательный ответ? Да, я думаю, это окончательный шел. Угу. Ну, я тебя немного разочарую. Ва-ба-ба. Нормальные бабки ему, оказывается. Да? Полтора миллиона долларов. Это на аукционе они продали золотую медаль. Ва-а-а. Я сам был удивлен. У меня есть шансы продать все-таки бабки? Да, я думаю, да. Если вы стоите на аукцион, даже сейчас, я думаю. Но сейчас намного легче, чем раньше. Себестоимость, брат, медаль... Да, она стоит 599 долларов. Да. Тебя пробивают. Узнают, что ты заработал эту медаль, а тебе пересылают. Ну ладно, потом разберусь. Ну, ты не преодолел планку в 300 рублей, поэтому следующий вопрос именно в 300 рублей. Ключевой смысл четвертого столпа ислама – заката. Отражен в самом названии этого столпа. Как переводится слово «закат»? Первое – очищение, плата, возможность или бедность. Я не знаю, что такое закат, что его выплачивают каждый раз. Ну, ты же выплату тоже назвал, да? Да. Очищение, плата, возможность, бедность. Я могу догадываться, что это выплата, но и слово «бедность» меня что-то щекотит сбоку уже. Мне кажется, что это же и «бедный» вас, я думаю, помогает. Ну, у тебя есть две подсказки, этот, Абдурахим. Да, что подписчики наши говорят, можно у них спросить? Да, давай, если задаем вопрос. Задай, пожалуйста, вопрос. 50% опять же с «касим» с 300 рублей. Беспощадные условия. Ну, извини, у Магомета Расула Абакарова, предыдущего ведущего, у него вообще ничего не получали, если он пользовался подсказкой. Ну что, друзья, поможем Абдурахиму? Вопрос, повторяю. Ключевой смысл четвертого столпа ислама – закат. Отражен в самом значении, в самом названии этого слова. Как переводится слово «закат»? Очищение, плата, возможность или бедность? Так, немного подождем, что ответят. Ну, ты сам как вообще в религию? Первый вариант пишет. Первый вариант. А что это было? Очищение. А где Мохаммад Расула Абакаров пишет? А все, Мохаммад Расула Абакаров и жил себе. Так, пока первый вариант пишет. А если он ошибется? Ну, тоже может быть. С него возьмем деньги, если он надо. Братья, гугл в помощь, давайте шустрее. Давайте, у вас пока еще есть время, пока отвечаю. Ну, как вообще? Ты изучаешь… Мы ничтожны, да, на самом деле, в этом, да. Если так сказать. Я думаю, мы вообще времени не уделяем этому, да. Ну, вообще религия на каком месте у тебя стоит? Религия, да, это бесспорно. Первое место должно быть, да. В любой, ну, в любой жизненной ситуации. Вообще по жизни, вот во всем. Я считаю так. Но все-таки, я не считаю, что я идеальный мусульманин, да. Ну, смотри, Адрахим, здесь пишут очищение, очищение, плата. Ну, в основном, очищение. Первый вариант пишется. Все-таки, очищение за ядоверись, брат, этим людям. То есть, инстану аудитория. Спасибо вам большое за помощь. Нашему олимпийскому чемпиону. Честно говоря, томить не буду. Я не умею вот тянуть, тянуть, интриговать. Да, не мое это. Мое это просто интервью братьев-спортсменов. Да, это очищение, брат. Это очищение. Это означает очищение, то есть, твоего имущества. Также это означает, ну, то есть, очищение народа. То есть, искоренение, то есть, бедности в населенном пункте и так далее. Теперь я точно запомню эту информацию. Это очищение. Это очищение. Остался пятый вопрос. Ну, здесь 150 рублей ты еще сверху выигрываешь. Твои деньги. Твой выигрыш пока 450 рублей, но ты можешь сейчас выиграть еще 300 рублей. Ага. То есть, и того у тебя будет 750 рублей. Ну, нормально, бабки поднять. Ну, что ж, пятый вопрос. Какого числа Великобритания и Франция празднуют День Победы? Отмечает. 6 мая, 7 мая, 8 мая, 9 мая. Брат, ну это я даже сейчас подумал, у меня звонок другу еще. Я даже не знаю, кому я могу позвонить, чтобы это узнать. Историком? Некто у меня таких друзей историком. А если я сейчас проиграю, там какая с ума остается? Остается у нас 450 рублей. Бля, брат. Тоже неплохо, да? Отлично, да. Ничего не ответил, считая, что бабки подняли. Как я ничего не ответил? На все вопросы? Да, да, мы ничего, вопросы были, что очень тяжелая артиллерия пошла. Можно тогда просто на интуицию понадеяться, да, свое? Да, можно, кстати. Так. А ну, озвучь обратно вверху. Какого числа Великобритания и Франция отмечают День Победы? 6 мая, 7-го, 8-го, 9-го? Я даже никогда не слышал об этом, представляешь? Ну, вот. Сам человек. Я думаю... Ну, это будет подсказка, конечно. Ну, это пятый вопрос и очень сложный, но должен был быть сложным. Чтобы все бабки не урвали, да? Ну, конечно. Здесь и сумма другая, понимаешь? Так. Что сказать? Вот так, да? Что-то я не знаю, 7-го мая мне так нравится. 7-го? Да. Не 6-го? И не 9-го. Нет, вот 7-й что-то мне вот проиглянулось так. Угу. А вообще историю как? Изучал? Ну, по школе я ее любил. Любил? Да. Потом уже... Если ты сейчас скажешь, что это школьная тема, мне очень стыдно будет. По школе любил, а потом вот уже, когда институт все это началось, уже более... Я уже в спорте, уже сборы там, тут... Учеба оставила меня. 7-й мая? Окончательно? Да, брат, окончательно. Ну что? 450 рублей. Твои. Угу. К сожалению, ты ответил неправильно. Это 8-й мая. 8-й мая отмечают, потому что... То есть, день капитуляции. Угу. Как тебе объяснить? То есть, тогда, когда у них было еще 8-й мая, у нас было 9-й уже. Ааа, время. Да, 4-й, 5-й. И поэтому отмечают 8-й мая. Это тоже запомнился, ладно? Ну... Польза, да. И тебе спасибо за то, что пришел. Ответил на наши вопросы. И дал интервью. Хоть и не любишь это делать. Тебе победы в дальнейших чемпионатах. И вам победы в вашей работе, конечно. От души. Самое главное, чтобы еще одну золотую медаль привез в Дагестан. Женщина. А мы все сделаем. Создадим причины. То, что она зависит. Барков Абдурахим, сейчас я тебе отчитаю. Да, а можно их оставить, да? Перенаправить куда-нибудь. Да, сумма-то небольшая. Кого-нибудь подвезти там. Он же такси, да, его спонсор, да? Такси, да. Пускай они там какую-нибудь женщину с ребенком довезут. Ну, я могу отправить эти деньги в благотворительный фонд. Либо в строительство духовного центра. Все. Можно так тоже сделать, не шалам. То есть ты даешь добро отправить. Да. Куда нужнее, туда отправиться не шалам. Все. Тебе спасибо, Абдурахим. Все. Барков. Тебе удачи. Алейкум-салам. Теперь мы на связи. Давай. Ну что, дорогие друзья, Абдурахим Исаев был у нас в гостях. Олимпийский чемпион по тэквондо. Приятный человек, приятно было побеседовать. Обязательно оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. И если сделать репост, перепост, буду благодарен. До скорых встреч. Тетя Патя, дайте я вам сейчас все объясню. Смотрите сюда. Вот, скачивайте приложение такси Анжи. Сначала скачали. Ага. Потом пишите адрес, вот, куда они должны приехать. Вот, где вы сидите, вот, сюда они должны приехать. Потом пишите адрес, куда вам надо поехать. Ага. Вам сразу пишут, какая машина приедет, через сколько времени приедет, какой водитель там будет сидеть за рулем. А это хорошо. Вот. Видите, сразу пишут, сколько это будет стоить. Можете карточкой оплатить или наличными. Все очень легко, просто и удобно. С помощью бесплатного приложения Анжи заказать такси стало еще проще. Быстрая подача, оплата наличными или картой, любимые адреса и другие удобные функции в приложении такси Анжи. А можно, знаете, что сделать? Можно позвонить племяннику, чтобы он оплатил через карточку. Продолжение следует...